В прошлом году, в ноябре месяце, я сюда приходил, рассказывал о нашей проблеме, как мы лет 5-6 назад создали ОСПБ, ЖЭК-перспектива нам дома не передал, мы обратились в суд, суд мы выиграли, и вот уже 3 года мы не можем добиться исполнения суда. Система ВАЗ, как обслуживала наши дома, не имея на кашевого 14А и 14Б, помимо нашего желания, работают с перспективой, продолжают обслуживать на наши жалобы, не реагируют, скажем так, социальное обеспечение перечисляет субсидию, несмотря на то, что есть решение суда. Если же Клавимбудсервис и Добробыт, они пользовались в свое время тарифом, который был установлен решением по КНК, органу Министерства самовредования, то перспектива регулярно повышала цену руководствуясь своим собственным решением. То есть их тариф жертвым чином никуда ни кем не затвердился. Ни органами села самовредования, ни нашим правлением, ни нашими загальными сборами. Хотя законодавство требует, чтобы мы этот тариф погоджировали. Жидким чином, ни разу никакой тариф не погоджировали, но цена динамично росте, мы должны быть, что мы должны. Я распишу на УЖКХ, повторно обратимся тоже и в правоохранительные органы, уточним статус рассмотрения этого дела. То есть если люди УСББ хотят сами управлять своим домом, то не нужно вот это крючкотворство. Я сам жил в свое время в доме, в котором подобная ситуация была с компанией Гарпуна, а потом Крымянчук-Высотбуд, которые не хотели отпускать 22А дом в УСББ. Но на самом деле, сейчас ситуация кардинально поменялась. У УСББ все красится, все ремонтируется, во дворе цветы высаживаются, то есть прекрасный дом. Стремление создать УСББ, оно уже создано, де-факто, есть все документы, но нужно поддерживать.